Так, что хотите? Прям прикол, прям жесткий-прежесткий прикол. Эту ось я уже вынул, конечно, привезли колесо, говорят, хрустит. Откручиваю я кассету. Считаем количество шариков, да, ну скажу, что их здесь явно больше девяти, явно больше десяти. Да, и интересно, они расположены по внешнему кругу. А должны быть они вот там вот внутри расположены, да. Сейчас я вот этот сниму, пыльничек, руки испачкаю, конечно. Или нет, лучше подцеплю инструментом. Вот, смотрите, здесь есть пыльничек, здесь у нас есть некоторое количество шариков, видите, их мало. Их тут у нас девять штук должно быть. Сейчас я посчитаю, да, их здесь девять штук, они внутри расположены. Интересно, да? Опа, и смазка, видели, да, какого цвета. Оп, перевернем обратно, если у нас ничего не выпало, ничего не выпало. Считаем, сколько здесь шариков у нас, они расположены у нас внутри. То есть, то ли завода, то ли какой-то суперумный человек. А главное, очень трудно откручивалась трещотка. Кто-то сюда напихал шарики по внешней дорожке. То есть, смысл в том, что вот дорожка под шарики, вот там вот внутри, сейчас я туда его скину, попробую. Вот, шарики должны быть вот здесь. Они у нас на внешней дорожке, их в два раза больше, чем надо, и у нас нет здесь пыльника. Кто это сделал? Как у нас сюда вообще давило конус или шайба или гайка, что здесь вообще было, я не понимаю. В общем, это как-то работало, люди ездили. Такой вот бывает колхоз. Ну вот, все отмыто, теперь видно, да, что шарики должны были ездить внизу, а они ездили вверху. Кто так собрал, непонятно. И вот теперь, кстати, стелс. Но завода же так не могли собрать, потому что смазка другого цвета. А так, в целом, там вот есть, конечно, дорожка, она накатанная. Но в целом все неплохо, все достаточно живое. И вот так вот выглядит у нас старый конус. Весь какой-то вообще разбитый. Что с ним делали, как его грызли, непонятно. Здесь тоже ось вся побитая. И вот новая ось. Сейчас сниму проставки, сниму гайки, подберу по длине все это дело. И вот видите, сколько много шариков. Должно быть намного меньше. Открутить вот это не удается. Очень сильно все разбито. Есть волшебная коробка с бувшными запчастями. Подбираем точно такой же, с точностью до половины миллиметра длиной проставку. Чтобы она была такая же, как там. То есть здесь гайка толще, здесь гайка тоньше. Но длина проставки больше. И собираем колесо. Похоже, что эта втулка была все-таки сколкожена из разных. Потому что здесь пыльник не подходит. Я здесь вот такой двойной пыльник поставил. Сейчас все крутится хорошо. Без закусывания. С этой стороны, соответственно, пыльника у меня нету. Пыльник только на конусе. И вот такое количество шариков оказалось лишнего. То есть там еще внутри втулки болтались шарики. Я не знаю, сейчас я буду увеличивать. Видите, какие разбитые. И тут некоторые вообще приплюснутые полностью шарики. То есть вообще все, все, вон, смотрите, какой разбитый шарик. Вообще все печально было. А теперь эта втулка еще поработает. Вполне себе в сухую погоду. Если вода и грязь попадать не будет, то я думаю, годик она еще поедет. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok